Здравствуйте. 21 сентября объявлен Международным Днем распространения информации о болезни Альцгеймера. И как раз сегодня мы хотели поговорить с вами про это заболевание. Что это за заболевание и почему сейчас такое большое внимание ему уделяется. Болезнь Альцгеймера это самое распространенное нейродегенеративное заболевание. Оно стоит на первом месте, на втором месте после него по распространенности находится болезнь Паркинсона. Нейродегенеративные заболевания это такие заболевания, которые вызываются, возникают из-за гибели клеток определенных отделов головного мозга в связи с накоплением в них патологического белка. До конца причины болезни Альцгеймера, к сожалению, в настоящий момент не установлены. Описано это заболевание в 1906 году немецким психиатром. Он описал его у женщины достаточно молодого возраста, 50 лет, которая страдала деменцией и у нее было обнаружено выраженное истончение коры головного мозга и отделов, которые именно отвечают за память. И долгое время считалось, что это заболевание редкое и им страдают в основном лица молодого возраста. Но в дальнейшем было показано, что подобные изменения как раз таки наиболее часто возникают у людей пожилого и старческого возраста. И поэтому болезнь Альцгеймера считается сейчас вот настолько распространенным заболеванием, что им очень часто именно пожилые люди страдают. Какие же первые проявления? Первые проявления это нарушение памяти. Теряется память в первую очередь в начале заболевания именно на какие-то эпизодические текущие события. То есть человек может нам показаться рассеянным, каким-то таким невнимательным, непунктуальным, хотя на самом деле это не особенности его характера или недостатки, а это именно начало такого вот тяжелого заболевания. В дальнейшем возникают нарушения воспроизведения определенных названий. То есть, допустим, человек может забыть название ручки и сказать, а это вот тот предмет, которым пишут. Или, например, трудно, не может вспомнить, что называется шкаф и говорит, а вот положите вот туда вот, пожалуйста, там эту книгу. Опять же, со стороны окружающих это расценивается как какое-то там легкая забывчивость, рассеянность, мало ли с кем не бывает. По мере прогрессирования память теряется на все более и более давние события. Это называется закон Рибо. То есть, в начале, например, приводят на прием бабушку и говорят, ой, да вы знаете, какая у них хорошая память. Она помнит там все события там в молодости, да ты может назвать точной. А, например, что она кушала сегодня на завтрак, она или что она делала вчера, вчерашний день, она, например, не может не вспомнить. Также симптомы это нарушение ориентировки в пространстве. Человек может потеряться, может уйти, заблудиться, не найти дорогу домой. И это очень большая проблема, на самом деле, социальная и для пациентов, и прежде всего для их родственников, ухаживающих лиц. Вот, например, в европейских странах в некоторых, в европейских странах в некоторых существуют такие даже остановки-ловушки. Это очень, ну, как бы, да, интересная такая вот их задумка, что располагаются они рядом, например, с пансионами для пожилых людей. И пожилой человек, который заблудился, да, он чисто интуитивно решает, что ему нужно поехать куда-то на автобусе, заходит на эту остановку, садится, ждет автобус. Конечно, это как бы фиктивная остановка, никакой автобус не приходит, но зато там их находят как раз-таки и определяют, да, обратно в этот пансионат. То есть это в помощь, как правило, бывает. Вот эти вот пространственные нарушения, они также приводят к нарушению математического счета. Человеку трудно становится ориентироваться в каких-то расчетах в магазине, например, сколько ему требуется денег, сколько ему должны дать сдачи. Возникают затруднения абстрактного мышления, трудно понять сложные какие-то грамматические конструкции. И человеку очень трудно бывает принять, например, решения в каких-то ситуациях, которые раньше не составляли ему особого труда. Из-за нарушений памяти человек становится более раздражительным, агрессивным, у него может быть такое нестабильное настроение. И очень характерны для таких людей апатия и депрессия. Люди становятся, больные болезнью антигеймера, малообщительные, замкнутые, мало интересуются, допустим, теми увлечениями, которые были у них раньше. Нужно сказать, что по мере прогрессивности заболевания все эти проявления ухудшаются. Нарушается возможность человека к самообслуживанию. Все чаще и чаще требуется помощь окружающих. Может значительно нарушиться речь, письмо. И, как я уже говорила, способность к такой повседневной деятельности. Могут быть тяжелые психические нарушения. Допустим, все мы знаем, что человек начинает обвинять своих близких в том, что они что-то у него украли, или что-то хотят, ему желают, что-то неблагоприятное со здоровьем. Но эти же люди становятся очень часто жертвой мошенников, потому что они становятся доверчивые. Опять же, как я уже говорила, что им трудно понять, что с ними как-то несправедливо хотят поступить. Тяжелое заболевание. Вы зададите вопрос, какие же у нас есть возможности к диагностике этого заболевания. Нужно сказать, что диагноз ставит врач-невролог или врач-психиатр при осмотре пациента. Существуют специальные когнитивные тесты, которые мы проводим с пациентом, которые помогают нам сориентироваться. Потому что, на самом деле, не одна же болезнь Альцгеймера является причиной деменции, а есть разные причины, что влияет в подборе лечения. Также мы определяем, какие у пациента есть факторы риска данного заболевания. А это, прежде всего, является, ну, понятно, возраст, женский пол, потому что женщины более склонны заболеть болезнью Альцгеймера. Это положительно семейная анамнез, то есть существует семейная предрасположенность к данному заболеванию. Если болезнь Альцгеймера возникает в более раннем возрасте, то риск, конечно, очень высок у родственников. И если в семье есть родственник больной болезнью Альцгеймера, даже возникший в позднем возрасте, а позднее начало, это считается, после 65 лет, то здесь все равно существует риск унаследовать. В настоящее время есть возможность сдать генетический тест, уточнить, есть ли повышенный риск заболеть данным заболеванием. Но нужно здесь оговориться, что мы не всегда рекомендуем его сдавать, потому что это всего лишь, да, мы опять же определяем только факторы риска, а диагноз поставить может только врач на очном приеме. Проводим пациентам, рекомендуем МРТ головного мозга, опять же, для исключения различных других причин деменции, или там есть косвенные признаки. Ну, в общем-то, к сожалению, очень бывает трудно поставить диагноз именно на ранних стадиях, и сам пациент, конечно, человек не может себе это диагностировать. Важно обратиться именно к хорошему специалисту. Для чего же поставить правильный диагноз нужно? Чтобы назначить корректное лечение. Потому что в настоящее время лечение считается симптоматическим, нет препаратов, которые бы, да, для профилактики или которые привели к выздоровлению. Ну, есть препараты с доказанной эффективностью от этого заболевания, которые могут помочь на некоторое время стабилизировать процесс, улучшить качество жизни человека, а также ухаживающих за ним родственников. Ну, также стоит корректировать и те психиатрические нарушения, которые при этом возникают. Что мы еще можем порекомендовать? Это, конечно, тренировать свою память. Потому что в случае того, что человек занимается часто интеллектуальной работой, интеллектуальной деятельностью, у таких людей заболевание, если и возникает, то в более позднем возрасте, и оно медленнее прогрессирует. Рекомендуем и молодым, и людям пожилого возраста постоянно осваивать какие-то новые виды деятельности. Допустим, там учиться вязать, вышивать, рисовать, может быть, фотографировать, управлять автомобилем, осваивать иностранные языки. Память нужно тренировать постоянно в заучивании, можно учить стихи, можно учить пересказывать прочитанный текст сами себе, выстраивать какие-то ассоциации для того, чтобы лучше запоминать, решать математические задачи. Также головной мозг хорошо тренируется именно во время физической активности. Можно использовать различные гаджеты для того, чтобы мониторить уровень своей физической активности в течение дня, и это будет стимулировать вас к выполнению определенных нормативов. Очень важно еще бороться со стрессами и хороший полноценный сон и отдых. Я не сказала, что само заболевание вызывается тем, что в головном мозге накапливаются аномальные белки, патологические белки. Это так называемые синильные бляшки, которые распространяются по головному мозгу именно в тех отделах, которые и поражаются при болезни Альгеймера. Так вот, эти аномальные белки образуются всегда и у здорового человека, но хороший полноценный сон, отдых помогает головному мозгу избавляться от всего накопленного мусора в течение дня, поэтому спите не меньше 7-8 часов в сутки. Доказан эффект от средиземноморской диеты. То есть включайте в свой рацион побольше свежих овощей, фруктов, цельнозерновых круп, круп, масел, которые содержат незаменимые жирные кислоты, того же оливкового масла и других растительных масел. Нежирные сорта рыбы также полезно употреблять. Ну и мы желаем вам оставаться здоровыми, желаем вам активного долголетия. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, то мы поможем вам в решении этих проблем. Обращайтесь, приходите к нам на прием. Продолжение следует...